Ну а спонсором нашего сегодняшнего видео выступит наша собственная коллекция одежды. Футболки, свитшоты, лонгсвиты, худи. Для мужчин и женщин любые размеры. Самая качественная печать, доставка в любую точку мира. И все это вы найдете по ссылке в описании. Здарова всем ребят. В этом видео я хочу вам рассказать, какие танки стоит брать за реферальную программу, а какие не стоят ни в коем случае. И в этом видео вы увидите, что подошел я к своему анализу достаточно ответственно. Во-первых, я взял себе двух рефералов. Как вы видите, первый из них находится на втором этапе прохождения. Еще один закрыл уже реферальную программу, выполнил контракт. С чем мы его и поздравляем. Прикольно здесь дают боны, стили. Кстати, стиль очень клевый, я вам чуть позже покажу. Он у меня как раз таки на одном из танков наградных нанесен. Также камуфляжи, надписи, ну и еще тут по мелочи всякой ерунды. Вы сами можете все это видеть на своих экранах. Так вот, ребят, помимо того, что мы провели полный курс с рефералами по получению этих танков, я еще и провел чуть более чем двухчасовой стрим на этих танках. Всего там дают пять танков. Это вот этот вот АМХ М4 МЛ49, ФВ 4202, Ягдтигр 8.8, Пантера 8.8 и Т-92 это Светляк. Всего пять танков. Если вы были командиром, вы можете выбрать. И, ребят, я рекомендую в следующей последовательности выбирать эти танки. И я сейчас объясню почему. Ну, дайте мне только одну минуту. Вот вам победитель из прошлого видоса по 1000 игрового золота. И напоминаю, что чтобы принять участие в раздаче голды, поставьте лайк или дизлайк этому видео, а также напишите комментарий, указав в нем свой танковый ник. Все очень просто. Теперь переходим непосредственно к рейтингу нашему, так называемому. Самый первый танк, который... Не, не, давайте издалека. Я вообще говорю так, когда меня спрашивают, какой танк взять, я говорю, какой стиль игры вам нравится. На тяжах, на ПТшках или на СТшках, а может на ЛТ. Отсюда будет очень просто посоветовать, да? Потому что, ну, там, по сути, все эти варианты представлены. Нет только арты. И в этом, как его... Находятся две СТшки. Ну и все. В принципе, выбор здесь в этом случае очевиден. Но, если человек меня просто спрашивает, какой танк взять лучше для того, чтобы фармить, лучше для того, чтобы нагибать. Вот здесь вот включается как раз-таки магия данного видео. Этот рейтинг. И, конечно же, на первое место, если у вас нет ФВ-4202, берите британскую СТшку восьмого уровня. Почему? Я считаю, что это универсальная машина, которая подойдет вам и для рандома. То есть вы сможете хорошо отыгрывать в рандоме, даже против танков более высокого уровня. И для, что немаловажно сейчас, длинии фронта. Потому что этот танк совершенно не голодозависимый и обладает большим боекомплектом. Кроме того, он может кое-что танковать. Да, я сейчас понимаю, что когда мы говорим про СТшек, про танкование говорить смешно. Но все-таки задумайтесь. Это СТшка восьмого уровня с броней башни. Ну, пусть и кусками, но в 200 мм. Корпус пусть и 50 мм, но там дичайший угол. И когда вы играете от рельефа местности, а рельеф местности позволяет угол склонения орудия в 10 градусов использовать, в этом случае, ну, у вас получается вполне себе годная машина для игры от рельефа. Плюс здесь еще 15,5 лошадиных сил на одну тонну веса. Это все плюсы. Также к плюсам я отнесу 226 бронепробития, 2,3 время сведения, танк неплохо сводится, быстро, там, ну, с нанесением урона проблем нету. И конечную точность 0,33 с хорошим экипажем. Можете сразу считать, что у вас 0,3, 0,31 плюс-минус. То есть точная, очень хорошая машина. Из минусов я здесь отмечу только... А, кстати, и подвижность хорошая 50. Из минусов я отмечу только то, что альфа у этого танка, ну, просто забей, 230. Это единственный минус, ребят, понимаете, у танка единственный минус альфа в 230. Других минусов я у него ярко выраженных не вижу. Он идеально подходит как для рандома, так и для линии фронта. Поэтому первая машина, которую я рекомендую брать за реферальную программу, это, конечно же, FV4202. Если вы со мной не согласны, пишите свои аргументы, почему вы со мной не согласны, в комментариях. Попробуйте переспорить. Я понимаю, что за рефералку не дают каких-то имбо-машин, но FV4202 это тот танк, который я бы, если бы у меня его не было, даже бы за деньги купил. То есть, понимаете, да? То есть у меня есть большой лимит доверия к этой машине, поэтому я совершенно спокойно вам его рекомендую. Может быть, немножечко будет сложно ниже среднего игрокам отыгрывать от маленькой альфы, но чуть-чуть привыкнув к машине, сможете без проблем. Голда здесь на нем не нужна, потому что у голды хоть и хорошее пробитие, но не забывайте про неадекватно маленькое, как у альфу 230. Следующим танком, который я хотел... Кстати, вот камуфляж посмотреть, как он в бою смотрится. Реально клево, и я еще таких хочу стилей себе получить. Следующий танк я хотел вообще сюда поставить Т-92. Изначально я очень сильно склонялся к ЛТ-шкам, но об этом мы поговорим чуть позже. Но проиграв на стриме на ЛТ-шке, я понял, что рекомендовать этот танк я не могу. А вот на второе место после FV-42-02 я бы поставил французский тяжелый танк АМХ МЛЕ-49. Почему? Ну, то, что у него есть броня, я даже не буду особо на этом акцентировать внимание, потому что я в эту броню сильно не верю. Да, он танкует, когда особенно в топе, если правильно ромбиком выезжать и не подставлять сильно борта, на нем можно даже голду оттанковывать. Не представляете, оно периодически получается. Правда, вот ему вот эту башенку все равно выцеливают. Но не это главная фишка этого танка. Главная фишка этого танка, это, наверное, все-таки все еще орудие. Чтобы вы понимали, орудие опускается вниз тоже на 10 градусов, да? Имеет пробитие основным снарядом 232 мм и Альфу в 600... Ой, в 600, не сказал. В 300 единиц. При этом точность не самая плохая, 0.36. Правда, сводится как тяжелый танк 2.9, и это чувствуется. Да и обзор не самый лучший, 370. Но на этом танке реально приятно играется, когда вы попадаете в топе. Подходит ли он для линии фронта? Да, вот здесь вот у меня возникают к нему вопросы. Да, если на линии фронта вы в каких-то коридорах бьетесь, то, ну, НЛД ему, понятное дело, пробивают так же, как и лючок, то у этого танка могут быть неплохие шансы на неплохой настрел и на выживаемость. Но дело в том, что на линии фронта большие открытые пространства, и часто вы будете получать по бортам. А борта у него большие, опять же, площадь хватает туда, чтобы нахватать урона. Поэтому мой вам совет, ребят. Млешка, она больше для рандома. Поэтому, если вы именно хотите себе према для линии фронта, тогда лучше Т-92. Если вы именно в рандоме хотите больше играть и фармить, а линия фронта, как вы понимаете, она мало идет и не вечно, то тогда Млешка 49 просто мастхед для вас. Ну, сразу же после ФВ 42-02. То есть я рекомендую, крайне рекомендую этот танчик. Он не голдозависимый, он хорошо фармит и он может долго жить. Причем он даже девяток вполне способен оттанковывать. Ну, опять же, без голды, не ПТшный и так далее. Да даже десяток иногда танкует. Но опять же, броня это не то, что я считаю его сильной стороной, на что я хотел бы обращать внимание. Переходим к последнему танку, который я бы рекомендовал. Почему я рекомендовал бы Т-92? Ну, во-первых, это прирожденный фармер. Голду на нем возить я не то, что не рекомендую, я вам категорически запрещаю. Потому что от голды здесь профита как такового нет. Я не знаю, зачем у меня здесь БК-10 лежит. Наверное, для какого-то самоуспокоения, для каких-то крайних случаев. Но в основном я стреляю на нем под калибрами. Этот танк раньше был моим любимцем. Почему? Потому что я, во-первых, у него хороший обзор, хорошая подвижность, низкий силуэт и хорошая маскировка. Сейчас его переплевывают два танка. Это 432-й советский ЛТ восьмого уровня и елочка ELC и Вен 90. То есть они в своих... Один ДПМщик хороший, второй хороший светляр. Т-92, конечно, им проигрывает. И в линии фронта я на нем играю, только если у меня 432-й сливается. Понимаете, да? Также это пассивный доход. То есть просто-напросто светя своей команде, вы зарабатываете кредиты за то, что стреляют по вашему засвету. Из минусов, почему он не на втором, а на третьем месте, все-таки, ребят, это командозависимый класс техники. И много урона с такой маленькой альфой вы не нанесете. Да и пробитие у него не самое хорошее. То есть играть на свою команду, это значит зависеть от своей команды. Если ваша команда не будет по вашему засвету работать, если, допустим, вас будут контрить вражеские светляки, то из боя вы выйдете, скажем так, без особых успехов. Зато на линии фронта именно светляки хорошо себя показывают для захвата, сбития баз, помощи ассиста союзникам, ну и также там из-за больших пространств светить милое дело. Поэтому для линии фронта Т-92, если других светляков у вас нет, я крайне рекомендую, для рандома он тоже хорошо подходит. Это замечательный танк, и это последний танк, который я бы рекомендовал вам брать. Остальные два танка я просто объясню, почему я являюсь жестким их противником. На самом деле, я не могу сказать, что я являюсь каким-то хейтером Яги-88, я наоборот даже, можно сказать, люблю этот танк, и хотел бы попробовать на нем взять три отметки. Мне было бы это интересно, я не знаю, насколько мне моего терпения хватит. Тем более, что в последнем апе, который был по льготным премам, ему апнули бронепробитие, причем только у ББшек, а у Галды нет. Поэтому разница между Галдой и ББшками стала еще меньше, поэтому этому танку, по сути, Галда тоже не нужна. За счет чего он может фармить? За счет того, что копейки стоят его снаряды, наносит, опять же, альфу маленькую, 240. И если этот танк все-таки ему везет играть в топе, он может даже танковать там своей рубкой, своей ВЛД, но НЛДшкой не танкует, и одноклассники его без проблем пробивают. Также он сарай, огромная корыта. Именно поэтому я бы его вам не рекомендовал выбирать. Хотя, если все остальные танки есть, то следующий на очереди, как раз-таки Яга-88, это будет лучший вариант, чем просто взять кредиты. Потому что я все еще уверен, что лучший фармер в этой игре Яга-88. Просто за счет того, что она способна вливать много урона. Это все-таки ПТшка. Она кое-что может пробивать, если не против девяток играет. Она хорошо ассистит. 4 секунды перезарядка. Любой танк, пойманный на каток, он практически не имеет шансов с этого катка уехать, если вы его будете через каток дамажить. Или просто бить по каткам. Если нет ремки, все, пиши, пропало. Но здесь я просто стараюсь дамаг набивать, поэтому по каткам не бью. Мне здесь ассист меньше нужен. В общем, в целом, ребята, Яга-88 не попадает к десяткам, играет против девяток, где ее все равно пробивают, это надо понимать. И как фармер Яга-88 все еще остается, говорю, очень сильным танком. Если вам нужны кредиты, можете рассмотреть Ягу-88. Но вот когда мы говорим о Яге-88, мы начинаем сразу же автоматически забывать про такие параметры, как удовольствие от игры и тотальный нагиб, да, вы медленный сарай и полностью зависите от своей команды. Помните это в голове, если ее выберете, ну и старайтесь как-то, ну, сильно не упарываться. Это ПТ-шка, и она дамажит. Правда, она и на дистанции хреново работает, хотя точность хорошая. Но финальный гость все-таки вбивает то, что это льгот, а льготы сейчас в рандоме тупо не нужны. Ну и, наконец, Пантера-88, это вот тот танк, который стоит брать вообще в самую последнюю очередь. Почему? Здесь пушка такая же, как на Ягдтигре-88, только почему-то на Ягдтигре ее апнули, а здесь забыли. То есть здесь 203 пробития базовым снарядом и голдой 237. С пробитием у этого танка сказать, что есть проблемы, это не сказать ничего. Добавьте сюда то, что этот сарай не хуже, чем Ягдтигр-88, только при этом у него еще нет брони. Хотя бы есть подвижность, этого не отнять. То есть тут хоть и пишут 120 мм в башне, но вы понимаете, что все это все спокойно пробивают. Обзор хороший, 390. Более-менее адекватная подвижность. Но из-за того, что это огромный сарай, вы сами видите, насколько это сарайный танк, играть на нем в рандоме просто-напросто неприятно. Вот вчера, когда я играл на Пантере-88, у меня было ощущение, что я как коврик выхожу в рандом чисто, чтобы об меня повытирали ноги. А альфа такая же, 240, как и у ПТшки. Причем для ПТшки это минус, а для СТшки это в принципе нормально. Альфа на 8 уровне. Да и 203 пробития есть и меньше. Но я не знаю, почему. Вот на самом деле перезарядка даже, вы видите, хорошая, меньше 6 секунд. То есть танк ДПМный. Но когда мы вот рассматриваем эту машину в целом, он не играется в рандоме. Я не знаю, как его применять. Я пытался на нем агрессивно играть, пытался пассивно. Точность у него хорошая, но пробитие не очень. Поэтому как на дистанции, это не лучший танк. Он не отрабатывает дистанцию, как танк поддержки. Пробития ему опять же не хватает. Да и плюс он сарайный, он все равно даже на второй линии, он, грубо говоря, подставляется все равно под удары. Как-то агрессировать, продавливать направление на нем тоже не получается. Не подходит он для этого. И он не способен размениваться ни ДПМом, ни танковать. То есть он выходит и стабильно получает урон. Вот и остается только то, что ждать у моря полгода, что противники будут под вас подставляться. То есть, по сути, вы не развиваете бой. Вы следуете за развитием боя. А это печально. Кроме того, ну опять же, с таким пробитием у вас будут большие проблемы даже на голде с тем, чтобы воевать с более высокоуровневой техникой. Короче, Пантера 8.8, ну ее нафиг. Вот вместо этого танка действительно можно задуматься о том, чтобы взять кредит. Но это уже вам решать. На этом у меня на сегодня все. Спасибо, что посмотрели. Свое мнение о том, какие танки стоит брать за рефералку, какие нет, оставляйте в комментариях, подписывайтесь на канал и до скорых встреч.